доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и данное видео посвящено нашим контрагентам мы сейчас сотрудничаем с массой предприятий атомной нефтегазовой сферы и так далее иногда у наших заказчиков возникают вопросы как что зачем и почему мы заключаем договор они у нас находятся на сайте они стандартные так называемые рыбы договора заказчик этот договор получает прорабатывает вроде бы там все описано все досконально выверен буквально каждый пункт этого договора но все равно иногда возникают проблемы и вот чтобы пояснить эти вопросы которые возникают вывод была создана вот такая инфра инфографика лаборатории в данном случае это документ pdf его можно посмотреть на нашем сайте в разделе номер два юридическим лицам здесь собственно услуги здесь приобретение услуг лбфо и вот здесь вот инфографика инфографика по трем моментам инфографика по услугам инфографика по приобретению инфографика по лаборатории под ключ и в данном случае в этом видео речь идет об инфографике по услугам лаборатории услуги которые мы оказываем Выглядит это все следующим образом. Вот эта самая инфографика, документ PDF. Перейдя по ссылке, его можно скачать с нашего сайта и внимательно с ним ознакомиться для заключения с нами договора. С чего начинается вся эта инфографика? Алгоритм этапа получения лицензии Ростехнадзора при дистанционных через сеть интернет психозиологических обследованиях, которые мы проводим в отношении наших контрагентов, дистанционных через интернет. Два типа заказчика существуют. Заказчик, который заключает с нами договор по факту выполненных работ, то есть мы сначала заключаем договор, вот здесь вот это отмечено, соответственно мы выполняем работы, отправляем результаты заказчику, а затем проходит оплата по этому договору. И второй тип заказчика это договор по предоплате. В этом случае удобно заказчику прежде всего удобно работать, когда у них не очень большое количество обследуемых до 30 человек, там 5, 6, 10, 12, 15 и так далее. Удобно. В раз отправили и затем оплатили. И второй заказчик по предоплате при большом количестве обследуемых, то есть нам присылаются списки этих людей, их может быть 100, 200 и так далее. Более 30 обследуемых. В этом случае мы заключаем договор по предоплате. Приходит список, по этому списку предположим 20-30 человек. Мы работаем, отправляем результаты заказчику, но перед этим, понятное дело, происходит предоплата. То есть предоплата. Соответственно заключается в том и в другом случае договор и заказчик получает доступ к сайту лаборатории и к размещенному на этом сайте программному обеспечению. Таким вот образом это выглядит. Сайт лаборатории lpfo.pro. Соответственно, что происходит собственно в процессе получения вот этих разрешительных справок. Всего выделяется 6 этапов. Здесь вот все они обозначены. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Первый этап. После заключения договора заказчик получает доступ к сайту. Соответственно, он скачивает специализированное программное обеспечение. Называется оно автоматизированная система лаборатории психологического обеспечения. У нас есть патент на этот программный продукт и самостоятельно организует прохождение обследования своими работниками. Работники могут пройти обследование где-то на рабочем месте, дома, в домашних условиях, сесть дома, налить себе чашечку кофе, вечером спокойно пройти это обследование и отправить результаты нам. Соответственно, прошли обследование работники. И второй этап. Это отправка, загрузка полученных файлов с результатами ПФО на форму сайта или же на электронную почту. У нас есть специальная форма сайта. Давайте я ее покажу. В разделе номер 8. Раздел так и называется. Загрузить результаты. Так он выглядит. Тут пишется фамилия, имя, отчество отправителя, организация. Прикладывается файл, как это обычно бывает в почтовом сервисе. И нажимается кнопочка «Отправить результаты». Результат с полным... Полные результаты. Архив результатов папочки отправки появляется у нас на сайте. Мы его берем и начинаем с ним работать. С этими файлами по результатам ПФО. И по прошествии одного-двух дней, как правило, после получения результатов на нашем сайте, обработав эти результаты специальным образом с помощью автоматизированного заключения «Спектр», мы оформляем следующие документы. Собственные результаты. Заключения по этим результатам. И разрешительную справку о прохождении работникам психологического обследования по форме приказа 34С ОПФО. Соответственно, эта справка отправляется заказчику. И эту справку заказчик не подает в Ростехнадзор, а отправляет эту справку в медицинское учреждение, которое его обслуживает. То есть, справка ОПФО поступает в медицинское учреждение. Почему? Потому что справка, которая подается в Ростехнадзор по форме приказа 302Н, в ней написано, работник проходит медицинские освидетельствования и психологические обследования. Фактически, медицинское учреждение оформляет справку по форме 302Н. Они проводят в отношении работников заказчика медицинские освидетельствования. Имеется в виду хирург, терапевт, офтальмолог и так далее, специалистов узких. Мы тоже в некотором смысле, в этом смысле, выступаем как узкие специалисты. Соответственно, оформив справку 302Н, с учетом справки, полученной от лаборатории заказчиком, медицинское учреждение отправляет заказчику справку о медосмотре по форме приказа 302Н. Оформлена она медицинским учреждением с учетом справки ОПФО. Форма справки требует такое обследование. То есть, медицинский осмотр и психологическое обследование. И, получив эту медицинскую справку, заказчик предприятия формирует общий пакет документов на работника. Там различные этапы его проверки, аттестации, объем знаний и так далее, и так далее, и так далее. По всему перечню, который требует Ростехнадзор, формирует общий пакет. И этот общий пакет, в который входит справка 302Н, отправляется в Ростехнадзор. Ростехнадзор проверяет документы, производит определенные процедуры. И через какое-то время оформляет лицензию заказчику. Лицензию Ростехнадзора. Вот, собственно, такой алгоритм. Здесь все очень просто и понятно. Еще раз повторюсь, справка ОПФО поставляется в медицинское учреждение с заказчиком. И медицинское учреждение с учетом медицинских осмотров. И справки ОПФО формируют итоговую справку по приказу 302Н. Вот это самый важный краеугольный момент. В этом смысле лаборатория психологического обеспечения выступает как один из узких специалистов. Ну вот, пожалуй, и все. Самое важное. Если есть какие-то у вас вопросы, уважаемые контрагенты, пишите нам на почту. Звоните. И так далее. На этом все. Благодарю вас за просмотр этого видео. И удачи вам.